приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня мы с вами сделаем вот такой конверт для денег ничего сложного но все оригинально и очень красиво для сегодняшней работы мне понадобится моделирующая паста праймер для потали лак вот у меня такой интересный трафарет сама поталь и вот такая металлизированная бумажка красивая у меня формат а4 и буду я бумагу использовать вот в таком положении именно сложить бумагу чтобы у меня шел был но не наполовину чуть ниже вот я сложила как мне нравится прижимаю серединку все края надо ровно сложить делаю конверт вот что у меня получается все края я прорабатываю сам конверт у меня будет 19 сантиметров поэтому лишнее я подрезаю выравниваю по линии здесь у меня ровная линия и 19 сантиметров прикладываю линейку совмещаю линия и подрезаю очень удобно работать так на коврике извините за дело камеру теперь я беру трафарет у меня вот такие розочки обязательно какую-то бумажку чтобы не испачкать коврик и располагаю цветы как бы мне хотелось их видеть у меня конверт будет украшен с одной стороны вот таким образом теперь я беру структурную пасту так немного всегда можно добавить так с этой стороны удобнее еще раз смотрю как мне бы хотелось расположение и вот таким образом наношу структурную пасту на трафарет стараюсь все ровненько придерживать при этом не заходя за края не продолжаю работу и теперь когда у меня все нанесено аккуратно все снимаю вот что у меня получается и теперь конверт отправляю сушиться до полного высыхания остатки структурной пасты можно снять и обратно в баночку и трафарет обязательно помыть водой и пока конверт сохнет сделаем некоторые подготовительные работы высота конверта у меня восемь и чуть-чуть мне нужны внутренние стеночки чтобы из конверта ничего не выпадало и я возьму вот эту бумажку который у меня осталось использую ее отрежу верхнюю часть ширина у меня примерно будет два сантиметра мне вполне и вырежу сначала восемь сантиметров чтобы у нас боковинки вмещались и теперь ширину вот этих полосок у меня будет примерно полтора два сантиметра также использую коврик укладываю ровно все два сантиметра полосочки отрежу 1 и 2 и на каждую из полосок на одну крайнюю часть подклею двухсторонний скотч 1 и так же поступлю со 2 и пока отложим сейчас мне надо нанести праймер чтобы подклеить поталь и наносить я буду не на всю аппликацию а только на края для этого я использую вот такую тоненькую кисточку мне такой интересный комплект и тут разные кисточки если долго праймером не пользовались обязательно его встрясти намочу кисточку беру конверт так с этой стороны будет удобнее и вот так аккуратненько на края наношу у меня аппликация не будет полностью вся покрыта по талью поэтому вот аккуратненько все и продолжаю работу и теперь оставляю примерно на 20 минут это написано в инструкции до высыхания и пока у меня подсыхает праймер примере где нам надо подклеить ограничители вкладываем купюры в конверт и вот примеряем это будет у меня с одной стороны снимаем защитную пленку купюру уложила и вот этой липкой стороной на дно внешний край делаем это с одной стороны и конечно с другой стороны и так у нас деньги не выпадут из конверта теперь чтобы не перетаскивать поталь на конверт она обычно рвется ломается я поднимаю и вот так накладываю наверх здесь у меня клееночка и сначала просто придавлю пальчиками чуть-чуть и продолжаю работу теперь вытаскиваю теперь лишнее аккуратно снимаю чтобы я могла его еще использовать это можно делать вот так пинцетом места где нет у меня рисунка это надо очень аккуратно поталь рвется это все лишнее снимаю и теперь я кисточкой так нежно все лишнее снимаю если что-то прилипает убираю и оставляю у меня будут просто где-то кусочки потали и все зачищаю взяла маленькую кисточку и сейчас зачищаю все остальные вот эти мелкие места теперь я беру лак для потали и аккуратно кисточкой наношу лак на поталь и все аккуратно покрываю лаком и продолжаю работу сейчас лак немного мутный кажется но когда он подсохнет все будет прозрачно и пока у меня конверт подсыхает можно еще подклеить камни подбираем по размеру здесь лучше подклеивать мелкие камни так как рисунок чтобы у нас смотрелось все гармонично и продолжаем работу не забываем про чистоту и аккуратность вот такой интересный конверт для денег у меня получился и конечно перевяжем ленточкой пока у меня конверт не подсох поэтому я подвяжу на один бок а затем все подвину мой конверт готов ему осталось полностью подсохнуть и можно дарить надеюсь мой урок вам понравился был полезен и вы узнали что-то новое если это так не забывайте ставить пальчик вверх мне будет очень приятно а также подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы не пропустить самое интересное а интересного еще очень много и одна пометочка в таком же стиле можно делать пригласительные в будущем я конечно же вам все покажу и расскажу а на сегодня все творческих успехов вам и до скорой встречи пока пока пока